Камала Хэррис не смогла убедить колеблющихся или республиканцев перейти на ее сторону после интервью на Факс Ньюс. Более того, она показала очередную некомпетентность и нежелание решать созданные ее же администрацией за 4 года проблемы, как бы сторонясь от всего то, что сегодня происходит, бросаясь из одной крайности в другую. Штаб Хэррис всячески прятали от любых серьезных интервью, но эта стратегия привела лишь к падению ее рейтингов и отставанию от Трампа. Не помогли интервью и на корпоративных СМИ, выгораживающих и даже монтирующих ее ответы так, чтобы она выглядела более компетентно. Теперь же она попыталась дать большое интервью на недружественной площадке вроде республиканского Факс Ньюс. Правда, Хэррис, скорее всего, добилась еще большего фиаско. Она сразу же поплыла, как только столкнулась с серьезными вопросами. Например, сколько миллионов нелегалов въехало в США за 4 года ее вице-президентства? Правильный ответ – от 7 до 20 миллионов. Знаете, избиратели говорят по всей стране и здесь, в Пенсильвании, что иммиграция является одним из ключевых вопросов, которые они рассматривают на этих выборах. В частности, приток нелегальных мигрантов из более чем 150 стран. Сколько, по вашему мнению, нелегальных иммигрантов ваша администрация впустила в страну за последние 3,5 года? Ну, я рада, что вы подняли этот вопрос об иммиграции, потому что я с вами согласна. Это тема для обсуждения, о которой люди хотят. И знаете, о чем я собираюсь говорить? Да скажите мне, пожалуйста, всего лишь число. Думаю, это 1, 3 миллиона. Сколько? Брэд, давайте просто дойдем до сути. Хорошо, дело в том, что у нас сломанная миграционная система, которую нужно отремонтировать. По приблизительным оценкам, 6 миллионов человек были впущены в страну. Дайте мне просто закончить. Я доберусь до этого вопроса. Я начал отвечать. И я нахожусь в середине ответа вам. Когда вы ввели должность, ваша администрация немедленно отменила ряд пограничных политик Трампа. Такую главную политику, как требование, чтобы нелегальные мигранты оставались на территории Мексики. И вы изменили эту политику. Они были воспреждены на территорию США, теперь в ожидании суда. И это привело к тому, что огромное количество взрослых мужчин, одиноких мужчин, могли совершать отвратительные преступления на территории США. И так, оглядываясь назад, сожалеете ли вы о решении, чтобы мигранты в ожидании решения оставались в Мексике? Первый законопроект практически в течение нескольких часов после принятия присяги был законопроектом об исправлении нашей миграционной системы. Харрис быстро вышла из себя, когда у нее начали спрашивать, должна ли она извиняться перед теми, чьи родственники были убиты нелегалами. До этого она сделала 61 пост по поводу убитого Джорджа Флойда и ни одного о том, какие преступления были совершены иностранными гражданами, нелегально пересекшими границы США. Говорю же вам, я очень сожалею о потере этих семей, я очень сожалею об этом, искренне. Но давайте поговорим о том, что происходит прямо сейчас с человеком, который не хочет участвовать в решениях. Давайте поговорим об этом. Хочешь ответить на это честно? Я сказала тебе, что чувствую себя ужасно из-за того, что семьи потеряли своих детей из-за этих преступлений. Вы неоднократно говорили, что граница безопасна. Когда, по-вашему, это начало превращаться в кризис? Я думаю, что у нас была сломанная миграционная система, которая ранее даже более превосходила администрацию Дональда Трампа. Давайте все будем честными по этому поводу. Я не горжусь тем, что говорю, что идеальная миграционная система сейчас. Всем очевидно, что это нужно исправить. Нам нужно больше пограничников, нам нужно больше судей, которые принимают решения об иммиграционных делах и разговаривали с пограничными агентами. Они скажут вам, уверены, что вероятно, что они проводят расследования, и вы серьезный журналист. Они скажут вам, что нам нужно больше судей, которые бы быстрее обрабатывали миграционные дела. Ну и вопрос, почему она пытается представить себя кандидатом перемен, если сама четыре года находилась в Белом доме, тоже поставила ее в тупик. Слоган вашей кампании – это новый путь вперед. Пришло время перевернуть страницу. Вы были вице-президентом в течение трех с половиной лет. Так с чего вы будете переворачивать страницу? Ну, во-первых, переворачивая страницу последнего десятилетия, в котором мы были обременны риторикой, исходящей от Дональда Трампа, которая была разработана и реализована, чтобы разделить нашу страну на то, чтобы американцы буквально указывали пальцами друг на друга. Риторика – подход к лидерству, который предполагает, что сила лидера основана на том, кого вы избили, а не на том, что мы все знаем, что сила лидерства основана на том, кого вы поднимаете. Сила американского президента, который понимает, что подавляющее большинство из нас имеет больше общего, чем то, что нас разделяет. Мадам вице-президент, переворачивать вам в таком случае придется более 70% американцев, которые не согласны с вашей риторикой. Брэд, более 70% американцев считают, что страна на неправильном пути. Харрис также потеряла контроль, когда ей пришлось комментировать заявление Трампа о коррумпированности Миньюста из фальсифицированных в Демпартии уголовных дел против Дональда Трампа. Они постоянно угрожают мне, они организовали сфальсифицированные расследования. Меня расследуют больше, чем Альфонсо Капоне. Он был величайшим гангстером. Нет, это правда. Я могу думать и утверждать, что это называется использованием правительственных ресурсов в борьбе против политических оппонентов. Ужасная вещь. Ты это показал? И вот это сама суть. Он повторяет это много раз. И мы оба знаем, о чем он говорит. Он говорит о том, чтобы военизировать американский народ. Он говорит о том, чтобы преследовать людей, которые участвуют в мирных протестах. И говорил о том, чтобы арестовывать людей, потому что они с ним просто не согласны. Это демократия. И в демократии президент Соединенных Штатов, Соединенных Штатов Америки должен быть готов справиться с критикой. Не говоря, что он закроет глаза на это. И это то, что поставлено на карту. Потому что у нас есть кто-то вроде бывшего председателя Объединенного Комитета начальников штабов. Который говорит, что Марк Милли сказал о том, что Дональд Трамп представляет угрозу для Соединенных Штатов Америки. Он процитируется в книге Боба Вудворда таким образом. Да, позвольте мне спросить об этом. Вы называете Дональда Трампа заблуждающимся? Неустойчив. Он нездоров. Он психически нестабилен. Вы говорите, что он нестабилен? Да, он нестабилен. Позвольте мне спросить об этом. Вы сказали многим интервьюерам, что Джо Байден был в игре. Он был в прекрасном состоянии. Даже бегал сам. Когда вы впервые заметили, что умственные способности президента Байдена, похоже, уменьшились? Джо Байден, я наблюдала его от овального кабинета до ситуационной комнаты. И у него осуждение, эксперимент. Он принимал очень важные решения от имени американского народа. Никаких проблем не было. В целом, ничего толкового Харрис сказать опять не удалось. За словесным салатом Харрис всегда она тянет время с однообразными фразочками, типа, это очень важный вопрос, прячет свою неспособность дать хоть какие-то нормальные ответы. А сотрудники за кулисами, по заявлению Фокс и комментариям ведущего, махали руками ведущему и требовали остановить провальное интервью. Вот почему оно так неожиданно прервалось на 27-й минуте. Мадам, вице-президент, я так понимаю, что у меня даже нет времени, чтобы продолжить интервью с вами и завершить его, как мы планировали. Ну, спасибо за то, что пришли и уделили время. Спасибо большое. Поэтому не было важных вопросов про все скандалы Харрис, вроде недавно обнаруженного у нее плагиата. Тот же Фокс Ньюс перед интервью выкатил новый опрос, в котором Харрис отстает от Трампа 48 против 50. Ну, а на рынках ставок вероятность победы Трампа оценивают практически в 60%. Штаб Харрис заставляет Камало выходить из зоны комфорта вот с такими интервью. Но, несмотря на высокую оценку ее интервью со стороны политтехнологов Демпартии, а она публично могла быть только такой, на самом деле некомпетентность Камалы только еще больше очевидна. Но для избирателя Демпартии вообще-то компетентность и профессионализм политиков это вообще не важный критерий. Редактор субтитров А.Семкин